Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на моем канале. Сегодня я хочу рассказать вам про удар по печени. Как производится этот удар. Расскажу две вариации. Сначала просто удар, покажу, расскажу, объясню. Потом объясню с комбинацией, с комбинацией, с двоечкой. И заканчивать будем ударом по печени. Значит, первый вариант. Что мы делаем? Соперник, если соперник стоит в левосторонней стойке, так же, как и я, соперник правша. Мы делаем, значит, что? Сначала руки у нас всегда, напоминаю, всегда должны быть у подбородка. Никогда руки не опускаем, не понтуемся. Ну вот, делаем так. Делаем нырок, делаем нырок. Вот, сначала покажу медленно, потом будем потихоньку ускоряться, как обычно. Делаем нырок, вот так вот. И пробиваем, и бьем по печени. Ну вот. Соперника можно сначала немножко как бы вывести, раздразнить, чтобы он как бы подоткрылся, подоткрылся, чтобы он руки, он тоже работает, он тоже защищает печень свою. Это, вот, локтем правым, так скажем, да? Ну вот, немножко подергать можно его, да? Подергать как бы немножко. Оп, подергали. Хоп! Обратите внимание на ноги, на ногу, на мою правую ногу. Ну, здесь немножко скользковато, но показать удастся, я думаю. Вот. Когда мы пробиваем удар по печени, мы делаем наклон, и у нас нога правая разворачивается, немножечко разворачивается, как опора служит, как толчок. И рука свободно влетает в корпус. Рука свободно влетает в корпус. Рука свободно влетает в корпус. Вот. То есть соперника немножко подергали, подергали, да? Это, вдруг он открылся, и попадаем сюда ему, если есть в левосторонней стойке. Ну вот. В правосторонней стойке, тут немножко даже бывает, ну, как бы, ну, не всегда получается, но можно пробить, короче, ему правым, потому что печень рядом находится. В право, это, если соперник в правосторонней стойке, то печень у него находится прямо возле вас. Вот она, прямо здесь, буквально, вот тут получается. Вот. Можно попробовать пробить левым и правым туда, ну вот, занести удар такой, ну вот. Сейчас, ну, я хотел бы на этом уроке, так скажем, на обучалочке маленькой, ну вот. Я не суперпрофессионал, я говорю, ну, занимался боксом когда-то, ну вот. И поэтому хочется поделиться опытом, может быть, мало кому будет интересно. Если у кого-то висит, я говорю, дома мешок, то это по мешочку поработать надо. Ну, не будем отвлекаться, значит, но сегодня, ну, можно добавить комбинацию. Значит, смотрите, это, дергаем соперника, это, сначала покажу медленно. Дергаем соперника, да, делаем нырок, это, делаем, делаем нырок, производим правый, прямой. И разворачиваем ножку, и производим удар по печени. То есть, что у нас получается, да, подергали, 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 Опа, опа, и попали сюда. Ну вот, подергали, подергали Подергали, подергали Хоп, ныр, хоп, по печени попали Ну вот, обязательно ножку Обязательно ножку разворачиваем Ножку разворачиваем Еще раз попробуем Подергали, подергали, подергали Хоп, ныр, хоп, по печени попали Получается, что? Дергали, дергали Ну вот, нога всегда Работает как опора Как толчок да чтобы был это как говорится объем не не рука бьет объем идет от пяток все всем всем это все тело получается помогает для удару это для удара помогает все тело то есть нога у нас вот стоит да вот ноги может подснять ну вот от пяток идет весь удар и получается сюда еще раз потренируемся немножечко минут получается да дергаем 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 попали сюда дергаем дергаем попали сюда нырок уклон он в принципе одновременно получается и нырок и уклон оставили на близкой если стопенник начинает уходить кто подходить ему получается его догоняем немножко можно сделать 1 2 короче два удара если не достать если чувствуете что попали вскользь можно про ну провести короче еще куда еще удара еще удара провести ну вот двойной как бы удар ну вот вот так и не забывайте про ноги работаем не забывайте бегать кросс все друзья на этом зак всем счастливо занимайтесь спортом будьте здоровы